здравствуйте друзья меня зовут александр постного я очень рада приветствовать вас на моем канале закорнял цветочник сегодня я вам расскажу про растение которое привожу крайне редко еще роликов у нас про него не было это растение называется дизиготека так случилось что в этот раз плант мексик нам пришли целых два вида дизиготеки но это не единственные виды может быть мне как-нибудь удастся привести большую я вам обязательно про нее расскажу итак героини нашего сегодняшнего ролика это дизиготека кастер и дизиготека бьянка но я думаю что бьянка почему понятно называется потому что она пестролистная почему называется кастер я не знаю в плант миксе немножко вот разные растения по размеру по пышности но тем не менее мы стараемся на сайт выкладывать то что получаем редко бывает что но не соответствует и так дизиготека это вот такой вот кустик волшебный чем-то напоминает не буду называть вещи своими именами но вы поймете о чем я говорю определенный вид волшебной травы напоминает ее очень хорошо у нас даже покупатели многие блещут остроумием и спрашивают можно ли ее курить курить ее конечно же нельзя на нее можно любоваться по моим личным наблюдениям дизиготека не самое простое растение но если вы об этом не думаете вы можете попробовать почему не самое простое она одинаково плохо реагирует на залив и на засушивание если вы ее подзасушили у нее сразу чернеют листья если вы ее под залили она тут же вешает головы потому что у нее начинает подгнивать ствол молниеносно поэтому вот это то растение на полив которого следует обратить особое пристальное внимание дизиготека вырастает достаточно большим ну деревом можно сказать потому что структура у нее такой древовидный ствол мы сейчас покажем поближе и это не куст то есть она растет сейчас я попробую найти как она разветвляется здесь вот есть у нас побег в районе пазухи листа то есть вот таким образом она становится шире 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 в свое время привозила другой немножко сорт дизиготеки размером наверное семьдесят восемьдесят сантиметров но такая достаточно пышная красавица вот за счет вот этих боковых побегов она дает массу поищу привезу расскажу обязательно что ей нужно для того чтобы с ней подружиться ей нужно много рассеянного света но не прямые солнечные лучи почему не прямые потому что будут ожоги листья не достаточно нежные не тонкие чем-то похоже на травку скажем так повод ощущением то есть листики очень мягенькие по пересадке сейчас мы посмотрим что у нас здесь происходит то есть корневой системы не видно я не буду и вытаскивать поскольку но все-таки растение нежное вот по нему видно да сама нежность это видно очень очень нежная структура листа почему-то у нас все сегодня ходят вокруг под камеру там это очень видно да поэтому не торопитесь пересаживать до тех пор пока вы не увидите что хотя бы три сантиметра корневой системы у вас не появились из дренажного отверстия далее какой мы берем грунт грунт мы берем либо универсальный либо для декоративно-лиственных растений удобрять в течение года после пересадки не нужно это относится абсолютно ко всем растениям можно сажать сразу говорю можно сажать вот так два вида в один горшок часто задают вопрос если мы сажаем два растения в один горшок как подобрать горшок вот мы их ставим вместе то есть мы понимаем что нам нужно чтобы обоим растениям было хорошо они дай пожалуйста линейку сейчас я вам покажу как прикинуть размер горшка вот смотрите у нас здесь 9 диаметр горшка если мы пересаживаем одно единичное растение мы берем максимум 11 диаметр это за глаза поскольку здесь еще корневая система на конечно уже видно но не очень сильно когда мы берем два растения то по идее мы получаем 18 диаметр горшка но этого будет много потому что вот так 18 он у нас будет и вот так 18 писать вот сколько места свободного будет для корней и она конечно же будет развивать в первую очередь корневую систему поэтому берем 14 максимум 16 горшок если мы планируем посадить два растения вместе так как мы будем убирать землю мы имеем возможность их чуть-чуть раздвинуть ну вот если такие растения брать лучше брать вытянутый горшок типа ладьи чтобы у каждого растения было место куда расти между ними можно подсадить еще что-то почему покровные типа коллизии или солироли под толщине листьев по условиям полива они хорошо будут гармонировать и так про грунт я вам сказала про размер горшка сказала что касается вредителей лично я видела на ней только мучнистого червеца это сто процентов я знаю что нападает на нее когда она себя начинает не очень хорошо чувствовать опрыскивание не требуется в принципе к по поводу листьев я уже сказала коричневить листья начинают если ее долго подержали сухой тогда мы листья просто начинаем убирать и ждем пока за счет боковых отростков она нарастит массу что еще вам про нее рассказать наверное все пропали в тоже сказала давайте полюбуемся вот эти прекрасные листики которые чем-то напоминают у нас дубовые просто в более вытянутой форме очень красивый такой пестрый ствол пестрые веточки видите ну не знаю растение безумно красивая но на мой взгляд все-таки требует немножечко внимания то есть если к остальным можно не подходить то к ней надо подходить хотя бы раз в неделю между поливами смотреть как она себя чувствует но прям роскошная то есть это такая воздушность такая легкость мне безусловно что то есть но растение достаточно редко встречается в цветочных магазинах редко встречается в домашних коллекциях но может быть потому что ее негде купить либо люди боятся с ней подружиться но подружиться при желании с ней можно ну и конечно же давайте посмотрим на новые листики это мое любимое то есть когда вот новые листики она выдает видите они у обеих дизиготек одинаковые они светло-салатовой но это чуть потемней и уже со временем появляются пестринки а у кастер они начинают темнеть вроде бы все если о чем-то не рассказала пишите в комментариях задавайте вопросы я обязательно на них отвечу спасибо что досмотрели это видео до конца и надеюсь до новых встреч